Здравствуйте, коллеги! Так как я смотрю, что большинство из нас русскоговорящих, то я все-таки буду переводить тогда мои слайды на русский язык в том числе. Так как у нас нет перевода. Я вам скажу, что потому что у вас большинство русских здесь, я буду переводить мою голосу на русском языке. Так что я буду говорить на английском и на русском. Я попробую. Прежде всего, я счастлив, что все вы здесь. И сегодня у нас около 1 часа меньше, чем 1 часа для работы. И я бы хотел вам переводить это время за три части. Первое, я бы хотел бы поговорить о проблемах фейса с вами. Второе, я бы хотел бы предложить вам решение от нас. Так что сегодня у нас около часа работы. Я вам расскажу вам о том, что это время. Я хочу с вами пообщаться по поводу проблем старения лица. Предложить вам возможность приостановить этот процесс. Ну и под конец кто-то из вас уйдет сегодня с айпадом. Это тоже довольно приятно. Так что давайте начнем. Мы, все из нас, мы боремся. И мы боремся против эйджинга. Каждый из нас борется. Борется у себя в клиниках. И мы боремся против врага, который называется старость. И мы боремся против его. И мы боремся против веро – это болезнь. Проблема и горшков из лица. Это болезнь, 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 болезнь и болезнь. Этот враг, который называется старость, имеет довольно много и сильных против нас аргументов. Это старение кожи, это опущение в тоз кожи, это мимические морщины, а также нехватка тканей с возрастом. Эта красивая анимация, сделана от Хрома для принцесса, показывает нам, как сожжение кожи, лицо, подвесканное, лицо, потеряя их волю. Обзорвав это, мы понимаем, что наш враг, очень сильный. Смотря на эту прелестную анимацию, которая сделала Хрома для своих фигеров принцесс, мы видим, что наш враг довольно сильный. Старение происходит с тканями, с кожей лица, мы теряем объемы. И, конечно же, мы готовы воевать. Это моя супруга. Моя жена. Она дерматолога. И у нас много возможностей против нашего врага. У нас полно возможностей против нашего врага. Например, против того, чтобы не старела кожа или хотя бы приостановить этот процесс. Мы можем использовать мезотерапию, биоревитализацию, пилинги. Также огромное количество аппаратов, которые есть в наших возможностях. Мы имеем много возможностей против кожи. Это мезотерапия, биоревитализация, пилинги. И много разных типов машин, как глаз, IPL, фото и так далее. У нас есть возможность избежать нехватки объемов. Это филеры, которые также очень много в наличии. И против мимических машин мы также можем использовать ботулотоксины, которые также есть в нашей практике. Таким образом, с всеми проблемами, мы можем работать довольно хорошо. Мы можем бороться довольно хорошо. И даже если мы не победим, мы можем остановить мезотерапию. И если мы даже не побеждаем нашего врага старость, то мы хотя бы можем его приостановить на время. Используя все эти возможности, о которых я перечислил выше. Но мы все равно имеем проблемы, где мы полностью потеряем. У нас только есть возможность остановить тисуэптозис. Это пластическая хирургия. И только пластическая хирургия дает нам возможность воевать против нашего врага против опущения мягких тканей, против птоза мягких тканей. Так что же нам поделать, если пластическая хирургия – это не выбор нашего пациента? Неужели мы должны сдаться? Мы должны сдаться? Конечно же не. Мы имеем решение. И сегодня я хочу вам представить эту возможность против гравитации, новые линии нити – экселланс. Сегодня я хочу поговорить об одном из этих продуктов из линейки «Экселланс Визаж». Во-первых, мы создали новую тисуэптозиску с мульти-дирекционными линейками. Это новое абсорбовое материальное, сделано из поли-лактитаси, в которой абсорбовое период продолжает до 1,5-2 года. Это означает, что мы можем результатить на минимум 2 года. Эта тисуэптозиска имеет новые дизайновые барды, сделаны под различным углом, с которыми вверху страсть и в мульти-дирекционном положении. Это позволяет нам получить более мощную фиксацию тисуэптозиску в тисуэптозиске. В первую очередь, мы создали нить, которая отличалась от всех наших предыдущих нитей. Это нить с насечками, которые смотрят друг на друга. Нить имеет возможность рассасываться в течение от 1,5 до 2 лет, соответственно, сохранять результат минимум до 2 лет. А направления насечек дают нам возможность небывалой фиксации, которой не было у нити Аптозис ранее. Посмотрите на этот обычный Аптозис. Он действительно выглядит, как тог-то. Но в любом случае, если один из них упал, мы потеряем фиксацию. Как перетягивание каната. Была проблема у Аптоза, если хоть кто-то падал, любая насечка срывалась, то мы видели, как мы теряли результат на наших пациентов. Визаж защищен от таких проблем. У визажа таких проблем не будет. Нить держится очень прочно и фиксируется в мягких тканях намного прочнее и сильнее, чем Аптоз с направленными насечками. Мы также разработали специальный конюлятор 80-гейдж, вы можете видеть конюлятор 80-гейдж. Канюля без острия показана на этом слайде. Все эти новшества, которые мы вложили в этот новый продукт, нить и конюля дает нам возможность получить один из самых лучших фиксаций мягкой тканей, продукт, который до этого был в Аптозе. Аптоз никогда не был так близок к косметологии и в то же время предлагая возможности пластической хирургии. Давайте посмотрим, как это работает. Это маркировка области брови. Бровя марки. Мульти-дирекционная структура с бланкой канулами. Структура уже переложена. У нас только один вход для нити и нет выхода при этом. Нить остается в мягких тканях, цепляясь своими выступами. Вы можете видеть линия инсерции для облака. Медлая часть лица. Средняя часть лица. Та же нити. Одна структура. Одна структура. Одна структура. Одна структура. И нет выкола. Проходит канюля по данным линиям и оставляет там нить. Субментальная область Точно так же Один вкол и нету выколот Опять же У нас есть один вход Нет выхода для канулы И мы просто оставим в подкинул Для закачивания Для закаивания Эти тщеты Субментальная область Спасибо 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 Пациентка сразу же после процедуры. Обратите внимание на треугольники его лица. Посмотрите на треугольник лица. Как вы можете видеть, нет треугольника, нет эдема. Как вы видите, нет практических отеков. Мы можем обещать пациентам, что в тот же вечер вы можете пойти в ресторан и использовать макияж. Всего лишь одна точка вкова, она может быть и выше. Только один интерпоинт, нет эдема, может быть и выше. Макияж. Для этого пациента, молодая девочка, 20 лет назад, вы можете спросить мне, что мы должны делать для нее? Нет треугольников, нет треугольников, но посмотрите на ее треугольник. Все треугольники собрались вниз. Вы можете спросить, что ей можно сделать? Она молода, у нее нет лишней кожи, опущенной, позированной кожи. Но обратите на нижнюю челюсть, такое ощущение, что у нее тяжелая нижняя челюсть. На самом деле это не так. It took me only 15 minutes to work. Только 15 минут работы я получил вот такой вот контур. А она всегда думала, что это челюсть такая широкая. Я посмотрел на треугольник на ее фазу. Три дня назад. Итак, давайте я вам показать, как это работает Этот пациент с асимметрой лица Вы можете видеть аптозис на правой стороне У него асимметрия лица с одной стороны птоз Локальная анестезия Она только в темпороларии Только анестезия в височной, около височной области Мы не нужны, чтобы сделать анестетическую лицу Нет необходимости обезболивать все лицо Достаточно использовать крем типа Эмла Мы используем анестетический гель доктора Тененбаума Это достаточно, чтобы использовать Эмла на верхней части Только маленькая инстезия с кремом, которая включена в пак Экселанс визаж, лан канула, вводится подкожно Через подготовленный прокол кожи Мы двигаемся через тисуэс Мы проводим канюлю, веером Фан-техник И мы просто удаляем канюлю И поднимаем ткани при удалении канюли и оставляем нить в этом положении Мы не трогаем нить, которую мы оставляем внутри Мы всегда можем перечислить только на верхней части Это также дает нам возможность, чтобы избежать никаких проблем с инфекцией Мы можем тем самым быть более уверены в том, что мы не получим осложнений в последующем Воспалительных процессах Раньше мы всегда брали в руки нашу нить В данном случае мы касаемся только ручки иглы Так же, как и любого филера, он заключен в шприц И нам нет необходимости соблюдать какой-то особой асептики-антисептики Да, она необходима Но не в этом случае The patient I just did on the video You can see asymmetry on her face Асимметрия лица с правой стороны, она уже 10 лет так Immediate after Сразу после She was happy She told me she don't remember when she has such straight line on her lips 10 years she was like this 15 minutes and she gets this result Immediate after She is still in the cabinet of procedure Она все еще в процедурном кабинете Сразу после Of course, the right, left side I did less Конечно же, на левой стороне я сделал меньше, чтобы сохранить симметрю Some more patients that we did during 1,5-2 years that we already used these methods Еще несколько пациентов, которых мы провели эти процедуры в течение полутора-двух лет, как мы используем эти нить Да, у нее макияж Я не прошу обращать внимание на ее кожу Это макияж, но обратите внимание на овал лиса I understand that she has a make-up Да, это не лучшая фото, но посмотрите на ее Триангул на лице, а не на качество кожи Я могу сказать вам, что в последний год мы комбинаем наши методы, любые методы, с плазма лифтом Я могу сказать вам, что сегодня мы имеем инвентаристы плазма лифтом, которые сидят с нами сегодня здесь И это один из лучших методов для комбинации Мы можем получить меньше революции Я использую ее не только для Аптос Я использую ее для моих операций, для моих пластиковых операций На самом день моего операций, на самом день Аптострат Мы делаем один из инъекций плазма лифтом И мы можем получить революционный период примерно два раза меньше И мы получаем все плазмы плазма лифтинга, которые работают в качестве кожи И большинство моих пациентов, которые показывают сегодня здесь и я сделал в прошлом году, я комбинал с плазма лифтом Сегодня с нами находятся изобретатели плазма лифтинга, они в этом зале Я хочу сказать, что последний год я использую комбинирование плазма лифтинга не только с нитями Но и практически со всеми моими операциями Например, что и же блефоропластика Я заливаю плазму в рану и только потом ее зашиваю Точно так же, как при постановке имплантов Это дает мне реабилитацию во много раз быстрее Ну и плюс все то, что дает плазма лифтингу улучшение качества и структуры кожи А с нитями моя супруга в тот же день делает инъекцию плазма лифтинга пациентам И сразу после этого я использую наш метод Метод очень прост в использовании Нет нижнюю часть лица, обратите внимание Метод очень прост в использовании Нет никакой особой необходимости в дополнительных инструментах Просто нужны ножницы Даже пинцет в этом случае уже отпадает Нет в его необходимости никакой Нет нижнюю часть лица Один из первых Мы начали этот метод Нек Имидиатр Сразу после Становки нити на шею Один из первых Один из первых Один из первых Возвращаясь на ее Возвращаясь на ее Метод Легкие проблемы на лифте Продолжение следует... 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 И известная экселланс, уже экселланс, элеганс, первый трет, который изобретен нам в 1996. Также мы можем использовать для арморирования софт-дистория. Наша первая нить, которая была нам изобретена еще в 1996 году, с направленными друг другу выступами, сейчас вошла в линейку экселланс. Элеганс вам уже известно. Также может быть использована для армирования кожи и мягких тканей лица и целом том числе. Так, только несколько слов. Мы создали новую, обзорбовательную струк, нового дизайна барбов, травматическую 20-гагу линейку с предназначенной струк. Этот метод очень легко манипулировать. Он не дает травм, и вы уже видели это. И это действительно, действительно безопасно. Это очень хороший, очень легкий в использовании и довольно мощный в подтяжке и фиксации мягких тканей метод. И вся его линейка, которая называется экселланс. Спасибо большое за просмотр. Спасибо. Ну и нам осталось сегодняшний айпат. Все сдали вторую половинку своих. Я всем раздал. Оставила сергию по карману. 508. 508. 508. 568. 568. Коллеги, если есть вопросы, у нас еще есть время. В этом зале нас пока никто не выгонит. Можете задавать. По сути, нити из полимолочной кислоты нами используются уже давно. В хирургии они используются еще дольше. Это капролак. Нами просто изменена формула в том отношении, что рассасывание придет дольше. И там никакого нового химического ингредиента не добавлялось. Так что это тот же самый капролак. Только немножко видоизмененная формула соотношения капролактоновой и полимолочной кислоты. Поэтому каких-то проблем по отношению к самому, к самой нити, ее химическому составу, не выявлено. И этого даже нет в книгах. Не находили мы такого. Вообще, касаемо пациентов и предварительного исследования, по сути могу сказать, все то же самое, что касается любой инъекции филеров или любой другой инъекции, которую вы делаете. Обязательно обращайте внимание на аллергию, на анестезию. Это довольно часто решает проблемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... остальные. Первое, это может быть потерпением вашей фиксации, но в этом будущем мы не думаем, что это может происходить. Это действительно очень сильный. Главное проблеме – это получение инфекции во время инсерции. Это произошло только 3-4 раз в моем голове, которое я помню. Это больший проблем, который может происходить. Но в этом случае суши может быть отрезан довольно легко. Есть специальные книги, нет карты кожи. Я отрезал довольно много суши. Я тренировал много докторов. И большинство их проблем приходит к мне, как тренировка. Несмотря на то, что я еще их не удалял, но я уверен, что нашего устава есть усилия достаточно для того, чтобы ее будет выбрать оттуда. Я надеюсь, не придется. Нашли? Значит. Нашли? Да. Я вопрос. Мое вопрос. Нашли? 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 Мне вопрос. Нашли? Я мунистер. Я считаю, что очень часто мы можем решить проблемы Но лифтинг урла от помощи бодекса И только в 50% нужен агрессивный эндоскопический лифтинг Который агрессивный хотя бы тому, что там используются шурупы Но в России часто предлагают без рекламных целей эндоскопический лифтинг Но, как мне кажется, я хочу, чтобы доктор Асул Манди запрограммонтировал это мнение Метод эндоскопического лифтинга после появления вашей технологии сыграл ящик Спасибо за счет Спасибо Ну, могу ответить так, что эндоскоп в моей клинике в Москве стоял и стоит до сих пор в Коломенском Я пытался сделать несколько таких операций, но вот как раз первая проблема Объяснить пациенту, что у вас будут шурупы в голове, пусть даже ненадолго Было немножечко сложновато всегда С другой стороны, на самом деле травматично, несмотря на то, что ее позиционируют не совсем так Ну и последнее, то что все-таки необходим наркоз Всего этого в этих методах нет Да, они не могут все-таки дать такой результат, как эндоскопическая подтяжка Да, нити не могут поднять полностью область лба, хотя это эндоскопическое не всегда дает И не полностью дает, а именно как раз тот участок, который касается угол брови и угол глаза В общем, я не скажу, что сыграл в ящике, это тоже хороший метод И поверьте, мне хирургам больше нравится, ну я про своего отца хотя бы могу сказать Повозиться, может быть даже продырявить череп и ставить туда что-нибудь металлическое И более интересно, чем возиться с какими-то непонятными ниточками И я это встречал много раз Особенно на конгрессах, когда сидят больше хирургов Они как-то так смотрят, несмотря на те результаты, которые я им показываю Поэтому у него свои желающие, у этого метода свои желающие Этот метод я даю в руки больше дерматокосметологам, стремящимся получить результаты хирургические Вот что Они не могут делать разрезы, это не для них Так, давайте Чтобы сэкономить время аудитории, я обещаю в русском языке Вот первый вопрос Вкладывать в качестве предыдущего Все-таки ваша компания Кому поручает этот метод хирургам и дерматокосметологам Это раз, два Все-таки уровень, в котором должна идти два И три Насколько жесткие показания после Вот этого манипуляционного периода То есть это так же 10 дней Там есть мягкие пищи Не разговариваются И т.д. и т.п. там 10 пунктов Все хорошо Спасибо Спасибо за вопрос Могу сказать еще раз Что я рассчитываю больше на дерматокосметологов Интерес к этим методам Потому что, ребята, пора уже стремиться к тому, что делают в Европе Многие дерматологи здесь для парапластики пытаются делать А оставаться на просто инъекциях пиллеров Уже давно это не так Так что, да, это чуть-чуть поагрессивнее Но поверьте мне, по сравнению с тем, что у вас было в руках Аптас и Лайтлифт, это намного проще Намного проще, во много раз проще Второе, касаемо того, что после реабилитационного периода Вы имеете в виду реабилитационный период Ну, да, конечно же, надо постараться сохранить результат Надо избегать агрессивные мимики Надо избегать массажа на лице Все это недельки на две Еще раз повторюсь Здесь не такая простая фиксация Здесь настолько мощная фиксация Если вы обратили внимание, я довольно сильно дергал за них И когда вы это попробуете, попробуйте Вы ее не выдернете так просто И не так просто ее будет потом спустить ниже Поэтому все гораздо проще, чем было раньше Так что я скажу, что это очень простая метод Если мы сравниваем с Аптасом Методами, которые мы еще используем И мы сейчас имеем три линии Аптас, Лайтлифт и Экселант И, конечно, доктор и пациент могут выбрать Это легкая, легкая в использовании Но это очень мощная фиксация И, конечно, мы должны обладать Для наших пациентов в первые две недели Немного экстра-мимик Немного массажа на голову Это нормальная ситуация Для любых фиксаций техники Но после этого Мы не волнуем об этом Потому что это будет фиксировано Ближе, чем мы ставили Например, при шерчном сплаве Ближе к кожу Голее поверхность Ближе, чем мы ставили Например, при шерчном сплаве Ближе к кожу Голее поверхность Нам больше кожи тут надо поднять Хотя, при необходимости Собрать объем Это удается, если уйти в глубину Начать шерчную сплавную область Да Когда мы ставим актус Мы иглой приходя в подхожную шерчку Наблюдаем на стене на данных Если мы были сделаны большие ошибки И поднялись в слое Мы можем назад ее подтянуть Вернуться и превратились Для шерчного В этом случае Как мы Как мы можем назад Потому что Учитывая вот эту Цепку силы Во-первых Такая проблема Практически уже исключается Так как Это конюли Им легче скользить В мягких тканях В подкожно-жировой клетчатке Им сложнее подниматься Ближе к коже Где уже более плотная ткань Игла с острием Она шла туда Куда вы ее направляли И она могла даже выйти наружу Совершенно спокойно Эта конюля Она скользит В жировой клетчатке Что-что Там нить спереди Да, спереди торчит Но Для того, чтобы у вас нить не осталось Если вы хотите ее вернуть обратно Для этого сзади Если вы заметили Торчит кончик нити Вы просто можете зажать И вместе с ниточкой Потянуть Конюлю назад В этом случае У вас Нить там не останется А дальше Уже продолжать По тому направлению Которого вам необходимо Скажите А как все это сочетается С инъекциями Потом Я ровно И с аппаратными Методиками Так как сейчас Брандиспектор И все пациенты просят Вообще Я И Моя Клиника Не работает На какой-то Один метод Это уже Общепринятая практика Работать В комплексе Обязательно И это очень хорошо Комбинировать Наши методы С различными Процедурами Которые Существуют На сегодняшний день Очень хорошо Ботулотоксин Его лучше делать Заранее Хотя бы за несколько дней Чтобы препарат Сплотился Так сказать Филлеры Лучше делать После Докорректировать Те нехватки Объемов Да Носогубная складка Расправляется Когда мы ее поднимаем Но ее проблема Не только В опущении ткани Но еще и нехватки Объема здесь Ее надо заполнить Нитями вы никак Это не сможете Либо это будет Перетянутое лицо И неестественно И нити это не смогут сделать Поэтому это лучше Сделать после Через недельку Через две Дополнить Те же носогубные складки Скажем Аппаратная косметология Та же Так же очень хорошо Тут уже надо выбирать Что именно Конечно же Те аппараты Которые дают Агрессивное вмешательство То есть механическое вмешательство Их лучше избегать Хотя бы месяц Это да Все остальное То что касается Лазеров То что касается Фотоомоложения Например Это очень даже Будет хорошо работать И это можно сделать Как и до Так и даже Может быть лучше После Чтобы уже Заполнить Закончить Этот свой результат И я не напрасно Сказал Про плазмолифтинг Что это тоже Очень хорошая Комбинация В этом случае Так что Очень хорошая Комбинация Спасибо 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 Ну что Выберем билетик Да, давайте Может быть кому-то из зала Чтобы не подумали Чтобы Своим Берем 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 Ну давай Я буду Вы вершите У нас Давай Георги Мы с тобой давно знакомы Не помешаем 05-61 05-61 05-61 05-61 05-61 05-61 Спасибо 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 Дополнитель Простите, вас Георгий зовут? Да Спасибо 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 И Спасибо Я У меня на бубке А7 Покажите, пожалуйста На обычный Надо Когда у вас в Киеве приезжать, я вас действительно отдохнула в учреждении в Киеве в Донецке. Вообще-то в Киеве, в Киеве меня буквально уже работал, девушку звали, и скорее всего это будет май. Вы водите, да? Да, приезжу я, и может быть вот как раз то, что будет с Каленко организовать, где-то ближе к второй половине мая, 20-й период. Эстетическая медицина. Наверное в Одессе. Скажите, а допустим, есть у меня девушку АКС. Да. Здесь у меня нарешительный большой. Но вот на эти меры не нужно специально приезжать? Или это нужен новый сертификат? Нет, смотрите, здесь будет все гораздо проще. Здесь можно будет приобрести, например, будет набор для обучения, который уже будет содержать и сертификат, и все, что необходимо для обучения. Видео полноценное с обучением, методичка, голова, на которой вы можете потренироваться, и конюли, соответственно, нестерильные. И вы можете уже это взять вместе с продуктом. Попробовать и сами использовать у себя. С exact always. Как вся, surrend What's up? И есть она, здесь вот, вот. И так, что ты еще повер gives intocio. Иこれ появился о, он ответил, что это да особо помнит? И вот, значит, заметной, будет взрослый блин... Ну, она занята в excuse. Ага. Продолжение следует...